Спасибо, Марине, замечательное выступление. Конечно же, мы приглашаем тебя на августовский квартирник. Августовский квартирник это что? То есть, если сегодня мы празднуем день рождения коллектива «Сургановый оркестр», то, соответственно, в августе мы празднуем день рождения ночных снайперов. Где мы будем это делать в этом году, пока неизвестно. Есть идея провести мероприятие под открытым небом, если нам позволит погода. Поэтому пока есть только желание. Но я думаю, найдутся и возможности. А сейчас я приглашаю на сцену, как я называю, боец невидимого фронта, наш организатор Настя Семенова. Не все, наверное, знают. Может быть, кто-то помнит, кто особенно тщательно изучал тетрадь слов, но там помимо песенных текстов и стихийных стихов, есть еще сказки. Их не так много, но они есть. И, по-моему, они никогда нигде не звучали на аудиторию. Сейчас, я надеюсь, Настя, человек приехал с температурой, поэтому давайте ее поддержим без голоса, без всего, но мы стоим до конца. Настя прочитает нам в том числе одну из сказок. Сказка про человека, который все делал с удовольствием. Жил-был человек, он все делал с удовольствием. Пил крепкий сладкий чай и думал, как хорошо. Шагал пешком до метро и наслаждался яркостью будничных дней. Впитывал в себя каждый кван солнечного света. Упивался морозным воздухом ядваря. Он шагал легко и стремительно, думая, как хорошо. Королевство, в котором он жил, населяли художники, поэты, музыканты. Слушатели были благодарны. И всякий мог другому сказать. Одень мои слова в музыку своей души. Услышь истинность их звучания. Прочти межстрочки и не плачь. Мрак отступил. Иссяк апрельский снег. Стрелки на часах показывают начало новой эры. В королевстве том правила одна госпожа. Ее величество — любовь. Щедрая она каждого награждала своим присутствием. Одаривала богатством того, кто приходил к ней на поклон, к ее трону. Ползком ли, бегом ли, с полной грудью вздоха или с глазами, полными слез. Она была желанным гостем в каждом доме. Ее приглашали к столу, угощали. В ее честь слагали стихи, пели песни. Она ослепляла красотой, но от рождения сама была слепа. Человек шел бодро. На лице его, как отпрыск солнца, сияла улыбка. Он любил. Он шел к королеве, чтобы рассказать ей о своих чувствах. «Я рада твоему приходу. Поведай мне о своей любви. Я щедро награжу тебя», — сказала ее величество любовь. «Я долго бродил по бесплодным лесам. На моем пути встречались лужайки, на которых я мог отдохнуть. Но они не давали мне ничего, кроме лени. Я шел дальше. Дорога привела меня в ваше королевство. Я полюбил. Я счастлив. Но я знаю моей любви всю жизнь бродить в одиночку. Как нищенка она будет плутать по коридорам моей души и натыкаться на холодные стены. Ее никогда не пустят в тот дом, куда она стремится. Моя любовь, как вечный странник, как падающий метеорит. Непонятная, непонятая. Неразгаданная, настораживающая. Но я богат. И богаче всех живущих, потому что я смирился с безысходностью. Я с удовольствием живу, зная, что мое солнце живет где-то в этом королевстве. Пусть на другом его конце. Пусть туда нечасто летают самолеты, ходят маршрутные такси. Оно живет. Оно счастливо. Не со мной и не меня любит. Пусть и меня. Оно есть. Оно где-то. Мне не нужно ваше богатство, судары. Чувство озарило меня таким ярким светом, что все богатства меркнут перед ним. Так ты отказываешься от моих даров, которые несут взаимность, благополучие, спокойствие и гармонию. Ты отказываешься от битвы за любовь, ты вздумал опровергнуть меня, неблагодарный, на плаху. Человек смотрел на сударыну своими серыми тучками, на которых отпечаталась аристократическая усталость. Мысленно поблагодарил Лунопёк за его леденящую серебряность. Улыбнулся и сказал, я пойду туда. С удовольствием.